МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы столкнулись с удивительным феноменом. Мы стоим на пороге информационного общества. А память, самый главный инструмент работы с информацией, ухудшается. И начинается этот процесс в школе. То, что дети прошлых лет воспринимали как норму, осваивали с легкостью, сейчас детей вызывают трудности. И они признаются, что не учатся стихи, что им это трудно, что не запоминается. Поэтому я наблюдаю как раз падение уровня памяти. Тревогу забили три года назад, когда исследовали состояние памяти полутора тысяч детей в возрасте от 3 до 10 лет. На этом графике результаты. Показатели памяти резко растут с 3 до 6 лет. Но стоит ребенку отправиться в школу, как кривая памяти резко идет вниз. И к 10 годам способность к запоминанию у пятиклассников ниже, чем у 4-летнего ребенка. Мы получаем ухудшение памяти. Причем, вот это такой парадокс, цивилизация изобрела образование, а образование приводит, так сказать, к угасанию цивилизации. В нескольких российских школах идет эксперимент по улучшению памяти школьников. Смысл прост. Для того, чтобы память не ухудшилась, школа не должна подавлять личность ученика. Сейчас я вам предлагаю каждому взглянуть, когда идти по одному, на самые дорогие на свете. Ребенок не только должен ощущать себя личностью, но и видеть личность в одноклассниках. Когда говорят, что снижена память, имеет место затруднение, концентрация внимания. Ребенок не может сконцентрироваться, не запоминает, поэтому не воспроизводит. Для повышения концентрации внимания используются не только психологические способы. Ребенок должен быть готов к запоминанию и физиологически. Для этого необходимо создать запас кислорода в крови. Достигается это несложными дыхательными упражнениями в начале урока. Давайте проверим, насколько такой простой подход решает сложную проблему ухудшения памяти. Сравним состояние памяти двух пар учеников. Яша и Аня из экспериментальной школы. И Артур и Варя из обычной школы. Где бы ты чего-нибудь не выучил, ты сейчас постарайся вспомнить, но именно за последний месяц. Это самый показательный и универсальный тест. Дети вспоминают все, что запомнили за последний месяц. А затем подсчитывают количество строк, отложившихся в памяти. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути – главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. По пути на базар чудаки перепутали все пятаки. Который пятак на кушак, который пятак на колпак, который пятак так. Итак, сравним результаты. Варвара из обычной школы запомнила за месяц 44 строчки. Ее ровесница Аня из экспериментальной 67 строк. То есть в полтора раза больше. Артур запомнил 32 строки, а вот память Яши сохранила в три раза больше материала, чем память Артура. Результат якобы 95 строк. Ничего сверхъестественного с детьми в экспериментальных школах не делают. Здесь для учителя главное не то, сколько знаний он сообщит ребенку, а то, насколько ученик сможет запомнить. Одновременно со средней школой эксперименты начались и в системе начального образования. Наши дети, которые занимаются по программе «Здравствуй», намного улучшают свои показатели именно в память. Дети полностью готовы к школе. Хотя никогда не корпелись за партами и в глаза не видели букваря. Они делают то, что естественно детям – играют. Эти постукивания развивают у детей ритмическую память. Затем педагог разогревает ассоциативную память, играя с детьми в рифмы. Дальше слушаем. Зайчишка. Трусишка. Здорово, все придумали. Трусишка. И сразу результат. Малыши учат и поют песню про зайчика за 10 минут, а заодно перекладывают музыку на ноты. Милямит, милямит. И попутно учатся писать. Воспитанники экспериментального детского сада на выходе пишут и читают на уровне второго класса. А их память полностью готова к любым школьным нагрузкам.